До полного знакомления. Действие мои нормальные, вы чего? Ну, то есть вы отказываетесь. Меня будут учить, как работать, что ли? Да. Что да? До полного знакомления. Вы что, не понимаете, что вы ничего? Что вы делаете? Что это детский сад вообще? Кто здесь здесь? А, ну вы на меня, не надо езжать. Нет, не надо. А чему они езжать? Отдайте телефоны, пожалуйста. Потом отдадим телефоны. Вот этот детский сад я не привезу вообще. Кто распорядился, направил его сюда? К нам. В деле с Антоном. Непонятно, кто направил его. Антону надо было сразу. Подождите минутку. А что здесь происходит? Давайте-ка я свяжусь с вашим этим руководителем. Кто у вас дежурный? А с этим вообще прекратил. Он хватается, вызывает. Так, дежурный, пожалуйста. Вы кого мне здесь направили? Он два слова связать не может. За автомат хватается. Он здесь скоро, значит, вашего, заказчика вашего. Значит, крошите из автомата. Уберите его отсюда. Зачем вы ко мне посылаете человеку, который не понимает значения своих действий? Убирайте его отсюда. Сами сюда приезжайте. Разбирайтесь с этой ш**ой, которая тут припёрлась ко мне. Я уже не знаю, с кем договор заключать. Может, с белыми халатами на Росгвардии вызывать? Уже надо отряды самообороны создавать. Вот, Антон, я наблюдаю за той дурью. Отряды самообороны. Другого нет выхода. Вот это п***. Автоматы нацепило. Мозгов нет. И вот они бегают, пугают всех. Какое-то не государство. Сами что ли? Сами себя пожирают. Никто уже работать не хочет. Никто не хочет работать на это государство. Что непонятного-то? Страна-то разрушается. Потому что никто на него работать не хочет. На эту п***. Никто не будет работать под автоматами. А если будут работать так нагадят, что мало не покажется. Уж давно всем все понятно. Ни приказа, ни распоряжения, ни доверенности, ни паспорта. Ничего у вас нет. Я не люблю ваши документы. Что-то делают, крутят, еще охрану приглашают. Которая ограничивает свободу передвижения. Удостоверение предъявите. Мужчина. Вы кто? А вы кто? Вот смотрите, это все признаки бандитизма. В масках пришли, документы не показывают. Это что? Это не признаки бандитизма разве? Да? А если в глаз сейчас попал этот диск, который у вас разлетелся? Вы соображаете, что вы делаете? И диск как раз вращался в моем направлении. Мне могло это глаз вынести. Меня Максим зовут. Я не ворываю телефоны. Максим? Да. Я не ворываю телефоны. Фамилия, мя, отчество, звание, должность, удостоверение. Прапорщик, полиция. Не надо, фу, говорить. Как-то не надо. Сотрудники разговора, ваши действия. Ты что? А что вы делаете? Это детский сад. Отдайте телефоны, пожалуйста. Потом отдадим телефоны. Куда этот детский сад я не привез? Все вообще. Телефоны отдайте. Подошел к щитку, потрогал замок и дёру дал. А что вы приходили? Замочки понравились? А что вы меня ограничиваете? Я хозяин. Я нахожусь у себя дома. А вы кто? Представьтесь. А вы кто? Документы покажите, кто вы такие? Куда, туда. Паспорт, доверенность. Доброе утро. Я выйти из дома хочу. Вот сейчас вы меня не пускаете, ограничиваете. Вот, Росгвардия, пожалуйста, вскрывает. Доставить всех в отдел полиции. Заявление готово. Черт, и черт. А что вы его слушаете? Он не собственник. У вас договор со мной. Вон осколки, диск, когда это валяется. У него болгарка разлетелась. Я ограничиваю, я запрещаю. Тут маски, все признаки этого бандитизма. Тут тоже на махабита похожи. Вы тоже побольше разговариваете. А главное, документы побольше показываете. А не в кавычках управляешь компанией. Запрещаю любые действия, вот пока свет есть, горит. Это вам заявление в сторону Росгвардии согласно договору. Вы заявление будете принимать? Будете реагировать или нет? То есть отказываетесь? Вы настолько быстро бегаете, когда полицию выживаешь. Вы не можете говорить по закону. Ты мне что тут лекцию устраиваешь? Полномочия свои установи. Ты кто? Все признаки вредительства. Как вы любите. Вспышка, перегрев, пожар. Опа-на. Сказал А, говори Б. И каждый раз новый состав. Ихочка. Наверное, я не знаю. Вы мужчины в прошлый раз пилили, да? Во, благодарствие, что подтвердили. А что делать? Беспредел происходит вокруг. Что я сделаю? Сидеть молчать? Вот честный человек представился, сказал хоть что-то. Где ваши документы? Опять все скрываем. Вот видите, даже вы стесняетесь. А кое-кто поехал фермерством заниматься. Отказываетесь сообщить информацию? Да, конечно, отказываетесь. А что выполняете свои работы, когда? Как это выполняете? Вы что добро даете незаконно? У него нету доверенности. Копия акта не предоставьте. Виктор Владимирович, я хочу написать сообщение о совершенном преступлении. Не уходите. Ушли. Вот так наша полиция бережет нас. Документ такой есть? Нету. Значит, это ваша личная инициатива. Самоуправство называется. Вот и все. Дмитрий Викторович. Дмитрий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. А чего вы приходите? А вы что пришли? А? А вы что пришли? Замочки понравились? Стречник вопросов вам. А? Стречник вопросов вам. А мы что пришли? Да, я видел. Он подошел прям к этой... Он прям к щитку подошел, потрогал руками этот замок. И давай к дюру оттуда. Подошел к щитку, потрогал замок и дюру дал. Вон Шуневич все оглядывается, оглядывается. Ну и идет. С кем-то разговаривает по телефону. Да, да, да. Вот они, получается, Шуневича и присылают. Да, он рукой нижний замок потрогал. Видать, услышал, что я тут и дюру. Здрасте. 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 Угу. Фамилия Мелосьтус. Вы кто вообще? А чего вы меня ограничиваете? Я хозяин. Я нахожусь у себя дома. Я хочу пройти туда. Туда, туда. Сейчас, туда, в том направлении. А вы кто? Представьте. А вы кто? Я собственник квартиры. Это мое общедомовое имущество. Я вижу, скрывает. Это общее имущество. Общедомовое имущество. Принадлежит мне на праве собственности долевой. А его кто-то скрывает. Самовольное подключение, самовольная установка замков. А вы что, специалист что ли? А, вот, вот. Я вам советую на провокационные вопросы не отвечать. Только себя на ютубе очень нравится видеть. Вот. Меня будете спрашивать, кто такой или самому знакомому? Доброе утро. Так документы покажите, кто вы такие. Вы на каком основании действуете? На скомнах. Документы покажите. Паспорт, доверенность. Доброе утро. Распоряжение приказов. А вы с прошлых разов разговор не помните, да? Я помню. Вы вообще никогда ничего не предоставляете? Ничего никогда? Да. Абсолютно. Ну там какие-то удостоверения. Вообще ни о чем. Это не документы юридически значимые. Хорошо. Ну и вот уже, значит, спиливать. Если он приварен. Документы, Вася. И вот мои документы. Я собственник. Мне не нужны ваши документы. Я не нужны ваши документы. Я не нужны ваши документы. Ну а что не нужны? Вы кто такие? Вот мои документы. Где ваши? Какие граждане? Так граждане, не мешайте мне проходить. Вот смотрите. Тут идёт монтажная работа. Вас ограждают. А мне без разницы, что там делать. Я выйти из дома хочу. Я выйти из дома хочу. При меня не пускайте, ограничивайте. Соседи спят, вы будете все. Так это вы будете, пилите тут что-то. Ну, значит так пилим. Потом плеваем. А на день раз горит воротник и резиновый серд. Ну, я боженно пил. Ну, я боженно пил. Несю, но не мешай. Вот, сегодня я беру, вот. Я беру руку с 3 раз. Ну, я беру руку. В社ю коголу руку на 13 раз, я беру руку. Включаем вот эту вот спина, спина, не страшно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Молодец, поздравляю! Субтитры сделал DimaTorzok Удостоверение подъявите? Мужчина, вы кто? А вы кто? Ну вот смотрите, это все признаки бандитизма, в масках пришли, документы не показывают, это не признаки бандитизма разве? А вы представьтесь, мужчина! Я удостоверение буду показать сотрудникам бандитизма. Удостоверение подъявите? Удостоверение подъявите? А почему не менять? Я-то собственник. Вот, вот, Росгвардия, пожалуйста, вскрывает. Удостоверьте личности всех, доставьте в отдел полиции. Паспорта, доверенность, распоряжение. Доставьте всех в отдел полиции. Заявление готово. Будьте добры, выполняйте условия договора. Я-то собственник, вот паспорт. Я, подожди, секунду. Вот, Антон Николаевич Булгаков, вот паспорт. Доставьте всех в отдел полиции. Не трогайте, не трогайте, не трогайте. Чертый человек, когда ничего делать. Вот, вскрывает, отключает от жизнеобеспечивающих ресурсов, совершает это. Покажи, где самовол и... По всем признакам, в признаке состава преступления, терроризм и отключение от жизнеобеспечивающих ресурсов. А вот документы имеете, то есть так? Конечно, не только. Паспорта, доверенность, распоряжение, приказ. Антон Николаевич, я вам еще раз говорю, не кричите, вы соседей своих же будете, которые не так... Вот эти два гражданина ограничивают свободу моего придвижения, я не могу туда пройти. Пожалуйста. Но здесь, если вы соблюдали свои работы, вас не повредили, вы не получили травму никакую. Вас никто не трогает вообще, Антон Николаевич, который... Что, показывают паспорта? А почему мне? А вы кто-то... Так это не угостывение личности. Вот паспорт, пожалуйста, давайте... Подождите, вы не снимаете мои документы личные. Вас это никак не касается. Назовите фамилию, кто это? Мне нужен письменный документ, кто пришел отключать? Уже суд был, суд мы выиграли. Да где вы там выиграли? Отключаете имущество? Да, да. Я просто не знаю, куда приехал, я не знаю, что вложил. На это я спрашиваю, вы не сильно отрежете. Человека созернил долг. Это ложь. В феврале месяце... Документ покажи, что есть долг. С тех пор самовольное подключение... А чего вы его слушаете? Он не собственник, у вас договор со мной. Даже посмотрите, если вы, например, разбираете синие провода. Они кинуты... Уважаемые сотрудники Росгвардии. Уважаемые сотрудники Росгвардии. Мы прибыли выявить, есть тут самовол или нет. Вот сейчас, пока вы поднялись, мы его наконец вскрыли, потому что он вот, он варил. Вот это вот дикость. Сейчас мы выявляем, что здесь самовол. Мы его фиксируем, актируем, отключение провода, потому что не дай бог это загорится. Человеку мы даже в дверь не звонили. Он нам сейчас не нужен. Нам сейчас не нужно с ним взаимодействовать. Как-то не нужен. Это общедомовое имущество? Да, общедомовое, а не ваше личное. Почему вы его еще отчуждение произвели? Не, предлежит направе собственности. Направе доли. А вы собираетесь уничтожить это имущество общедомовое? Я его хочу защитить, а вот эти двое меня огораживают. Ограничивают свободу передвижения. Правда, нанятая нашей организацией в случае, если будут в этой конфликтной ситуации, чтобы выкидаться, нападать, потому что такое, к сожалению, случается. Люди неадекватные, бывают пьяные, выходят, не грезвым. А ограничивать свободу передвижения они имеют право? Было не ограничено. Ну как не ограничено? Вот я сейчас хочу пройти сюда. Нет, вот вы можете про что вы куда? Видите? Нет, пройдите, что вы хотите? В прошлый раз? Нет. Я просто хочу пройти сюда. Пускай пройдет, что вы хотите? Ну пройдите, давайте. Ну вот при вас они, видите, как раз купаются. Нет, они стоят, но пройдите, что вы хотите? Нет, только у меня на видео зафиксировано. Понимаете? Я им хотим. Когда в болгарке пилили? Вы не пострадали. А, вот оно начало. Чего? Чего опасно? Чего опасно? Вы посмотрите, они даже болгаркой пилили без очков под мужчину. У него диск разлетелся. Тут бы сейчас всем в глаза попало. Понимаете, что они творят? Вон осколки диска валяются. У него болгарка разлетелась. Что? Проживаете по этому? Нет. Ну я не буду при нем произносить. Он снимает, потом это все в интернет прокладывает. Пройдите, проходите. Тогда не будет. Ну тогда доставляйте в отдел полиции. Здравствуйте. Могу без него, без свидетеля. Отлично. Прежде всего, где это? Вы нас сейчас не ограничиваете? Мы работу можем завершить? Я ограничиваю. Я запрещаю. Да, переписываемся. Доставляйте их в отдел полиции. Заявление готово. Я вам сейчас дам. Всех. Не каждого. Вон они уже начали разбегаться. Чтобы средства на оплату были готовы. А то вы пользуетесь светом, водой, еще передаете все по нулям. Думаете, что у вас это все бесплатно будет, да? Тебя это не касается. Ты кто такой вообще? Доверенность покажи. Ну, ты другу разговариваешь. Тебя смешно. Я с вами с уважением на вы. Спокойно. Так и я с уважением на ты. По-моему, надо достать. Какое уважение, какое обращение. Сейчас подождите, разберемся. Все разберемся. Пока что разберемся. Паспорт нужен еще, нет? Казах, разберемся. Право собственности показать на квартиру? Или достаточно регистрации пришло? Нормально. Олег Юрьевич, с дата рождения скажите, пожалуйста. Володь, найди пломбу. Я пломбу не вижу. У меня пломбы сфиксировали. Или она снята? Или что-то я не станет не могу. Потому что была вот здесь такая. Дорогой граждан. Ну, пломба сорвана. Вот они шестой раз приходят. Ни один документ не показывает. Он будет до тех пор, если вы обязаны. Обязанный. Если вы охранник, вы обязаны. Читайте законы. Не обсуждайте лучше. Как-то не обсуждайте. Делайте ему контент с подписчиков за это деньги. Да какой контент? Я вынужден самозащитой заниматься. Из-за того, что вы все в масках будете. Ни один документ не показываете. Заплатите долгу. Вас никто трогать не будет. Какой контент? Как самозащита? Как какой контент? Вы же напомнили. И какой долг? Где решение суда? Покажи, что есть долг. Решение суда не нужно. Постановление пройтись в Российской Федерации. Знаваем 304. Ну что, сотрудники Росгвардии. Вы же суд подавали. Вы же проиграли суд. Что, вам никогда не понятно. Спокойно, Дмитрий Викторович. Все сейчас так спокойно. Спокойно. Я вам отвечаю. Сотрудники Росгвардии. Ваши действия. Переключим пока. Дежурный участок. Позвоним. Заключим ситуацию. И будем после этого решать. Дежурный участковому можно... Подскажите, для вас удостоверение сотрудников является... Олег Геннадьевич, дата рождения. Сказать, что мы с участковыми связались. Они все знают. Ну вот, Олег Геннадьевич. Смотрите. Смотрите, Олег Геннадьевич. А мне вообще никак не представлялся. Ничего не показывал. Вот стоит в маске. Кто это? Они Российской Федерации. Еще вопрос. И что? В маске. Все признаки это бандитизм. Это махабита похоже. Я? Да я лицо... А у вас вот сотрудник не похож на вахабита? Что вы? Как еще раз вы сказали, на кого похож? Так это он сказал. Нет, на кого похож? Он сказал, вы, говорит, похожи на вахабита. Я говорю, а я вопрос задал, говорю, а ваш сотрудник не похож на вахабита? Я боюсь, когда вы договоритесь, вас какую-нибудь статью-то притянут точно. Например? Ну, например, кому-нибудь по месту. Вы побольше разговариваете. Так, и вы тоже побольше разговариваете. А главное, документы побольше показываете. Вы просто платили за сферы. Просто кому? Кому? Жел. Жел? А не уполномоченные? В чем вы, по его мнению, меня не трогаете? Да вас не спрашивают вообще. Я не сам, я не сам, я не сам разговариваю. По его мнению, управляющий партий. Видишь, он просто забалтывает, забалтывает, чтобы я тебе не смог и разъяснить, почему, понимаешь? Посмотри видео Биллиантовой ЖКХ. А это я уже в тысячу раз все видел. Ну, а раз, смотри, вот что спрашивают. А так а с кем сотрудники? Они не уполномоченные лица. А с кем сотрудники? Сейчас нет такого. Государство все отдало подвижное. Нет такого. Мы же, никто ничего не отдавал. Они самоуправленно наделились, а полномочиями. Они управляющие компании, но они... Они в кавычках управляющие компании. А вот управляющие компании не станут, когда собственники наделят их полномочиями. Но их-то полномочиями никто не наделял. Они не могут это подтвердить. Протокол не предоставляет в личном виде. Решения они предоставляют. А что у вас люди-то разбегаются? Вон уже охранник куда-то убежал. Они все измеряются. Вы контролируйте, пожалуйста. Если надо, второй наряд вызывайте. Доставляйте всех в отдел полиции. Доставляйте это личности. Я не только не ушел, а не подождите. Все, сейчас определится, все, перебеживайте. Заявление для вас готово. А кто не говорит? Запрещаю любые действия. Вот пока свет есть, гори. А как у нас? ООО ЖУ-2. Управляющая компания ДСВЖР. Управляющая компания ДСВЖР. Управляющая компания ДСВЖР. Вот пришел сотрудник ДСВЖР. Кто его наделил полномочиями? У него есть доверенность? Во-первых, от директора ЖУ-2. Во-вторых, какая взаимосвязь между ЖУ-2 и управляющей компанией, которая управляет этим домом? ДСВЖР. Не надо ли для охраны? А ли она управляет или не управляет? Не, ну как не задаете? Вы мне задаете вопрос, чего вы не заплатите? Вот я вам отвечаю на ваши вопросы. Ну, задали же вопрос. Правильно? Ну, еще улыбайтесь. Правильно? Слушайте, значит. ЖУ-2. ЛПШ компания якобы ДСВЖР. Так вон, какое отношение к этой компании есть? Сейчас, получается, любой может прийти и сказать, я там из ЖУ-8. Платите мне. Не будете, я вам отключу электричество. Ну, что, все признаки терроризма. Закошмарите это путем отключения. Чтобы заплатили любому. Понимаете? Приходит любой и говорит, плати мне. Завтра еще один придет, скажет, а я живу в Гуси. Это Реккет называется. Это Реккет называется, а не терроризм. В масках, да, похоже. В масках-то похоже. Ну, я понимаю, сотрудники Росгвардии, но они удостоверение показывают. Их можно как-то удостоверить. Если участковому позвонят. Так, насчет доставки, что? Доставки? Да, всех доставить в отдел полиции. И удостоверить личности. Сейчас мы разбираемся, сейчас участкового приедем и будем разбираться. А при чем участкового? Что там проделать? Вы личности всех удостоверили? Конечно, писали, да. Каждого? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек. Шесть фамилий, имя, отчество у вас есть. Не переживайте, все будет нормально. Мы пока здесь находимся. Вы на вопросы не ответили. Шесть человек. Старший, получается, переписывается. Не, мне не важно, кто старший. Вы переписывали. Шесть человек, кроме меня, установили личности? Вы понимаете, вы слышите меня? Мы пока здесь находимся, никто никуда не уходит. Вы меня не слышите. Я вас слышу. Надо было, мы их еще перепишем. Сотрудник старший, если их нет. Правильно, вы старший провожаете ответ? Старшего есть фамилия, имя, что данные, и регистрация. И сотрудника охраны. У вас кто старший? Я старший. Фамилия, имя, отчество, звание, должность. Удостоверение. Ну, вы уже прочувствовали, да? Все в глубину. А что? Я по закону действую. Хорошо, хорошо. Что? Я что-то нарушаю или лицо скрываю? Я что? Я что в каком-то, это, на другую планету попал, что ли? Или что? А вы с какой? Так. А можно прочитать? Я просто это, не пойму, что написано. А что не понимает? Отсвечиваю. Отсвечиваю. Да не надо дотрагиваться. Ну, хотя бы стабильно держите. Прапорщик полиции. Не надо, сколько, говорите. Как-то не надо. Я должен до полного ознакомления, будьте добры. Я не ознакомился. Вы успокоиться, муж и уважаемый. А я успокоен. Вами нормально пока общаются. Таковы действия. Я вам показал документы. Ваши действия ненормальные. Действия мои нормальные. Да, до полного ознакомления. Действия мои нормальные. Вы чего? Ну, то есть вы отказываетесь. Меня будете учить, как работать, что ли? Да. Что да? До полного ознакомления. Вы что, не понимаете, что ли, ничего? Или что? Почему? Что это детский сад вообще? Что здесь действие? А, ну вы на меня. Не надо езжать. Нет, не надо. А чему можно езжать? Отдайте телефоны, пожалуйста. Потом отдадим телефоны. Вот этот детский сад я не привезу вообще. Какой детский сад? Я собственный шуток. Я приехал, смотрю, ситуация нормальная пока что. Сейчас будем разбираться. Вы что, не слышите меня, что ли, или что? Детский сад здесь вы говорите, как будто я не знаю. Кто-то подработку или что? Телефоны отдайте. Сейчас к Сискову приедет и будет разбираться. Никуда телефоны не денутся ваши. Телефоны отдайте. Второй Сискова, там на степу появится? Нет. Второй сотрудник, представьтесь, пожалуйста. А мне надо представиться. Я поставился с вами. Один, один, что же все вас открывает. Пока не трогали ничего, сейчас приедем. Сколько мы... Мы замок скрутим, потому что тут... Вам же сказали, ничего не трогали. Говорил совсем, четыре квартиры, это ее собственность. Кое-карту, кое-карту вообще. А ты толку, может быть, вот этот, и вот этот, и вот этот. Будьте добры, книмите заявление. Сейчас к Сискову приедет и примет заявление. Это вам заявление в сторону Росгвардии согласно договору. Оформить всех и доставить в отдел полиции. В отношении имущества, правильно? Да, общедомовое имущество. Пока уже его не трогают. Его имущество здесь настолько компетентен по своей должности. Это электросчетчик автомат, и мы к ним должны быть. Я же говорил, что пока не трогают. Я же не объясняю. Смотрите, поясняю. Общедомовое имущество. Смотрите. Повреждения есть? Повреждения есть? Закрываем. Болт, видите, скрутили. Сейчас вот дети пойдут мимо, а закрутить даже нельзя на болт. А мы отсюда что, ушли? А они уже приходили четыре раза, и один раз оставили вообще без болта. То есть опасность для детей была. Отлично. Смотрите дальше. Повреждения есть? Есть. Повреждения? Повреждения. Повреждения. Тоже спиливали. Есть имущество повреждения? Согласны? Общедомовое. Да. Я до этого не видел, как было. Ну, я вам показываю. А до этого как было? Еще вопросы есть? А до этого как было? Было не так. Ну, а я как бы могу убедиться, что это они... Я вам говорю. Я вам говорю. Я много чего тоже могу сказать. У меня на видео все есть. Ну, хорошо, пускай будет. Ну, потом посмотрите видео, пока еще и вспомнишь. Вы заявление будете принимать? Будете реагировать или нет? Я уже приехал сюда. Тут никто ничего не делает. Вопрос не в том, что вы приехали. В теоправные действия никто пока не совершает. Как-то не совершает. Где что? Они повредили вообще домовое имущество, и вот эти двое в черном ограничивали мою свободу передвижения. Я вам еще раз говорю. Все информации первая была в дежурную часть. Мы облажаем дежурную часть, и мы ожидаем здесь, присутствуем пока. И мы ожидаем по очереди, по очереди, по лиственному интерьерам. Все? Нет, совсем до случая. Пока бумажки можете пока оставить. Мы тоже не выходим. То есть отказывайтесь? Да почему отказываемся? Все это примется. Так принимайте. Необязательно, что на секунду надо все это делать. Сейчас узнаем все. Вы можете поручить своему напарнику. Примите, пожалуйста. Да почему вы поручаете минуты? Все. Пока оставьте. Оставьте, сейчас подъеду. Здравствуйте. Что вы всегда у владельцев вырываете телефоны? Я не вырываю телефоны. Я не вырываю телефоны. Я не вырываю телефоны. А имя, отчество-то скажите, пожалуйста. Я не смог прочитать. Ну так, сотрудники, люди видели, что я долго держал москорение, там можно прочитать. Нет, недополно. Так он же не позволил на камеру снимать. У вас память хорошая, насколько я знаю. Серьезно? Вы всех запоминаете. Дмитрий Евгеньевич, не вмешивайтесь, пожалуйста, в разговор. Мы разговариваем с сотрудником Росгвардии. Здесь все на вас зациклено. В смысле зациклено? Вы как-то единовично в чем-то не относитесь? Я хочу с сотрудником Росгвардии поговорить. Если он сотрудник Росгвардии. Вам сейчас объяснили. Что объяснили? Ожидаем участкового. Ну, ожидаем. Десять раз опять то же самое говорю. То есть, участковый становится ваша личность? Ну, что? В целый случай. Я вам объясняю, что ожидаем про это, а сотрудники это... Я это слышал? Ну, что же это? Так ожидаем. Я вам показывал достоверение. Так а пока ожидаем. Я хочу узнать, как вас зовут хотя бы имя. Я сказал, меня Максим зовут. Максим. Александрович? Достоверение показывал я вам. Правильно? Мы читали. Нет, показали-то показали. Но не дополнили. Не дополнили. Но когда вы участки держали достоверение, что вы и диване сперва? Нет, пока ознакомлюсь. Вот ваш драгоценный полк. Так это не мой, это общедомовой. Нет, я говорю, за который вы переживали. Конечно переживали, но дети ходят. Ну, пока они уходят, не переживаешь. Вы же понимаете, что там оголенный провод есть? Вот там его прям видно. Отрезок такой. Вот когда там самовольное подключение происходит? Нет, как раз когда отключение. Отключение. Потому что это силовой кабель, это общедомовый. А у вас какой дом? Так вот там 20 ампер и 380 вольт. Если ребенок туда пальцем прикоснется, я предполагаю сразу смерть будет. А у вас какой дом? Экспертиза или у вас самого есть образование и допуск, чтобы так не было бы делать? Я вот не делаю. Я даже говорю с ним. Нет, ну, серьезно. Вот рано или поздно, я не знаю, были такие случаи или нет. Но вы настолько небрежно действуете, что рано или поздно может чья-то смерть быть. Вот именно из-за таких действий, от электричества. То есть, по-вашему, наш электрик с определенным разрядом не умеет работать? Нет, ну, факт зафиксирован через полицию, что вы даже болт не закрутили, а оставили открытым. Там в любое место пальцы сунь, ребенок кричат. Вы после нас болт выкрутили, и так полиции показали, рассказали. Возможно такой вариант? Или кто-то еще? Нет, невозможно. 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 Я честно действую, да. Ну, а может быть между нами и вами кто-то его выкрутил? Точно так же, как сеть подключаете не вы, кто приходит, благодетель, и вам подключает сеть. Слушайте, я всегда... Тоже и болт оставил. Пересмотрите видео, Дмитрий Викторович. Пересмотрите видео. Не убедитесь, что болт вы не закрутили. Вы настолько быстро бегаете, когда полицию выживает. Что это? Мы настолько быстро ходим, потому что помимо вас, таких должников, к сожалению, еще множество. И большинство – тунеядцы, пьяницы, алкоголики и так далее. И вот вы, к сожалению, под этот контингент тоже, под эту массу попадаете. Какой? Должник? Который не платит. Пьяница, тунеядца, в кого именно? Который не платит, я же вам сказал. А, который не платит. Просто вы все перечислили, а потом говорите, подпадаете под... Под массу тех, которые не платят. Под массу всех. У вас водоотведение, уборщица работает, дворник. Все бесплатно, вы не платите. Тут же вопрос не только осветить. Я с удовольствием заплачу. Установите, установите. Кому-то, да? Да. А до тех пор пусть все работают. Закон гласит только уполномоченному этому кредитору. Вы скажите, пожалуйста, вот у вас на канале донаты открытые, даже благотворительность, она без налогов. Но вы государству не платите. Вы не платите, не платите. А что вы на карман-то лезете? Завязано, что ли? На карман лезут. Подождите, вы всегда озвучиваете, я всем помогаю безоплатно. Но при этом у вас открыты донаты. Дмитрий, ты сначала доверенность покажи от Чуракова. Ой, от этого, от Русина. С вас разговариваем. От директора ЖУ-2 покажи доверенность. Договоры покажи. Вы надет на вопрос. Распоряжение, приказ, потом поговорим. Ты мне что тут лекцию устраиваешь? Совесть. Я тебе по закону говорю, как должно быть. По закону? А ты мне на донаты переключаешь, в карман залазишь. Вы не можете говорить по закону. Вы только можете обратиться. Как это не могу? Как это не могу? Можете в определенном уровне. Я не могу говорить по закону, а как же Гражданский кодекс? Статья 312, часть 2, доверенность предъявить. Если вы виновны, совершившим какие-то правонарушения, вы не можете заключить. Да при чем тут виновность? Какие правонарушения? Полномочия свои установить. Ты кто? А вы кто? Часть 2, 312, доверенность. Наталья заверенная. Покажи. Нет, кто вы, чтобы вам... Я тебе говорил, я собственник, я владелец этого имущества. Достоверения предъявлял. Что еще? Достоверения недостаточно. Закон гласит. Я вам не обязан предъявить. Обязан. Часть 2, 312. Нет, не обязан. Часть 2, 312. Какая рыбка? А вам нет. Мне доверенность обязан показать. Подтверди свои полномочия. Ну, значит, обращайтесь в суд. Я вам уже с зимой с вами разговариваю. Когда суд признает, что я был неправ, значит, я был неправ. Я извинюсь, справлюсь. А до тех, кто... Так а что вы без решения суда... Вы же подавали в суд, вы проиграли. А что вы без решения суда... Смотрите, вы в суд подавали. Кто проиграл, апелляция идет. А что вы так за законно... Кто проиграл... Знаете только там, где вам выгодно. Тут не нужно никакое решение суда. Вы прекрасно знаете постановление правительства. Как-то не нужно. А в 354-м написано, что вы именно уполномочены совершать отключение? Да, там должно быть по-вашему конкретно фамилия моя указана. Займосвязь через документы должна прослеживаться. А вы эту связь рвете путем непредоставления ни паспорта, ни доверенности, ни приказа, ни распоряжения. Ни протокола общего собрания, ни решения каждого собственника. А ваше мы все вокруг паспорта должны показывать? Я же показываю. Вы показываете, вас никто не ограничивает. А вы что стесняетесь? Нет, почему не показываете? Ну как не все? Ну вот так, просто нет. Это что, это называется равноправие правоотношений, что ли? Вы можете что угодно делать в рамках закона, но никто не говорит, что все должны так же, как вы. Хотите показывать. Разглашайте личные персонажи. А вы хотите вне рамках закона, да, действовать? Я не обязан вам показывать паспорт еще раз. А доверенность? Это мое право. А доверенность? Суду, компетентным органам. Ну не вам. А что, ошибаетесь? Ну, покажите, что я ошибаюсь. Пусть суд, пусть суд постановит. Часть 2, 912 ГКР. Да, пожалуйста, вы мне части называете. А я вам говорю, ППРРРРРRFF54. И все, и на этом мы закончили. А что выше закон или постановление проведеться? А по вашему постановлению проведеться, это не закон? Нет, это постановление. Понятно. Ну хорошо. А что, закон что ли? Вот я с вами беседую, только что время скорота. Любопытно. Могли бы вообще не приходить скорота, либо колоссально. Все свое время. А это он свое указал, я его включил. Ну, он хозяин, барин, граф. Все к нему. Ну, а зачем вы скрывали повреждающий итог, что мне могли позвонить, спросить ключи? Ну, вот они уже второй раз скрывают, написана вся информация, могли бы постучать, позвонить. На заборе тоже написано? В заявлениях у них тоже написано, тут же самое. А ваши заявления неправомочны? И уведомление через ГАЗ в правосуде направлено. Вы что, не в курсе? С фотографии. Я вас уведомил официально. Что они делают? Они не звонят. Ни по телефону, ни звонок. Приходят и вскрывают все. Все признаки вредительства, как вы любите. А вообще, они вредники не будут? Нет, конечно. Вот эти проушины. Во-первых, как он говорит, за... Посмотрите, если это дожар, то полу нет. Нет, конечно. И отверстий нет. К вопросу о войне общему имуществу. Вот эти отверстия... Ну так-то, по идее, вот это болтание должно быть. Вот эти отверстия... Подождите, вы, во-первых, социальную дистанцию сохраняете, почему вы меня касаетесь? А должен быть только вот этот замочек. Мужчина? Да, так кто тут все уже... Сколько раз он развандалит? Конечно, он дырку проделал здесь, здесь. Все, чтобы вот этого не было. Конструкции этого нет. Это не предусмотрено. Во-первых, внесение изменений в конструкцию, это вандализм, порча имущества, это отчуждение. Потому что здесь, помимо его имущества, еще с трех квартир, счетчики, автоматы. А у нас нет доступа для работы. Тот же самый пожар, я вот не шучу, горячий, бывает такое. Замыкание короткое. Кто-то самовольно подключился, сами лезут. А как приехать и потом оперативно все это привести к работе? Приехать с расчета на то, что его можно открыть, а в итоге ждать, пока приедет слесарь, чтобы это все спиливали? А у меня есть сведения, что они когда отключают, чтобы народ сам не подключался, они оставляют такие... Я не знаю, кто они или кто, но мне народ рассказывает. Я-то правозащитой занимаюсь уже три года, и я по таким случаям тоже хожу очень много. Мне прям показывали и рассказывали. Такой идет провод, короче, земля на плиту, 380 вольт, там 2 или 3 ампера, короче, очень мощный этот провод. Он толстый такой, его специально подрезают так, и землю, короче, на щиток делают. А неопытный электрик этого не видит. И подключается. И когда... Все нормально, свет есть, все замечательно работает. Дня через два включается плита, тут начинает искрить. Вспышка, перегрев, пожар. Опа-на. Три дня прошло. А что здесь сначала делают неопытные электрикторы? Сюда не имеют права... А я откуда знаю, опытные или неопытные. Документы покажите. Право доступа на электричество. Интересная история, я такой первый раз слышал. А я... А? Ну, я не имею права разглашать, потому что человек не дал добро на разглашение. Ну, байка, в общем, это городская легенда. Байка, байка, а... Какая городская легенда есть. А вот такая же байка, как у вас, что пожары происходят. Акты, документы предъявите. Покажите экспертизу. Ну, вот теперь вы тоже будете знать, он у вас ближе. Я знаю, что... Да, я говорю, так сколько человек в суд пытается сказать, что управляющая компания незаконная. А до этого, что у вас было на предыдущем канале вообще за СССР в этот период, да? Он не развалился, а РФ незаконная. Что это несет? Так вам ОМОН дверь выламывал. Вас увозили в психушку. Возили. Да. 62 дня незаконно удержали. Хорошо. И че? А че ты медицинское тайное-то разглашаешь? Не стыдно? Если бы это сами рассказывать в интернете. Я-то сам имею право. Нет, вы это на общий глаз выложили. Короче, он пытается меня сейчас психом выставить. Есть решение суда. Я говорю, что есть по факту, что вы сами рассказываете. Я вас никем не выставляю, не придумываю. Смотрите. 62 дня удерживали незаконно психушкой. Есть решение суда, что меня незаконно туда поместили. Меня там не кололи, не пичкали. Поэтому никаких признаков там еще. Какого-то расстройства нет. Более того, была комиссия. 35 человек. И трое писали на диктофон. Вот эти 35 человек в белых халатах со мной разговаривали. Если бы хотя бы один решил, что я псих, меня бы оттуда не выпустили. А че сразу Советский Союз? У нас до сих пор Российская империя. Это он сказал Советский Союз. Я такого не говорил. Я за Советский Союз вообще не катаюсь. Я за Российскую империю. Ну, это ваше право. Она тоже еще не разговаривает. Нет, при чем это Советский Союз? Я не знаю. Он сказал про Советский Союз. Я про Советский Союз ничего не говорил. Я говорю о том, что у вас было на вашем предыдущем канале. Че было? Точнее, вы можете сказать? Было конкретно. Точнее. Че было? Ну, сказал А, говори Б. Я такую информацию разглашаю. Даже вслух у меня язык не повернется. Такие вещи. А, про психушку разглашаешь, а про это нет? Я не разглашаю. Я говорю, что вы рассказываете людям. Так уточни, что ты имел в виду-то про СССР? С вами неприятно разговаривать. Как неприятно? Антон Николаевич. Ты же сам говоришь, это приятно. С вами? Конечно. И то, что говорил, это ради того, чтобы покоротать время. Но это не значит, что приятное время. Тогда смысл разговаривать, если неприятно? Тогда не разговаривайте. Давайте помолчим. Да. Они могут два часа ехать. А вы сказали адрес и фамилию? А, там не вы передавали. А сколько долг? Тридцать восемь. Тридцать восемь, по-моему, было последнее. Да нет никакого долга. Судовым долг не установлен. Что у людей даже больше есть, на них не отмечают, насколько я слышал. А тут резонанс. Тут 40 тысяч подписчиков. Если за мной такое проканает, очень многие за мной пойдут. Вот они у меня на жестком контроле держат. Алло, Виктор, здравствуйте. А подскажите, Комсомольский 21 не вас сейчас вызвали по Булгаковым? Вы подъезжаете? Нет, потому что мы тут уже почти час стоим. Тут и Росгвардия, и все вас ждем на месте. У нас работа стоит. А кто там подъедет? Да нет, Булгаков вызвал Росгвардию, Росгвардия сообщил о ВП, третий роман не пишет. Все, давайте выберем. Мастер Маргарита, вторую часть. Вот опять пытается написать или переключить релуки какие-то навесить. Михаил Афанасьевич не мой родственник. Нет, насколько мне известно. Госпедаря. Госпедаря. Но он говорит, да, на больничном другой час приедет и замещает. Вчера он был. Меня сначала по камерам мотали. В 7-7 задержание было в Сругуте. Административку пытаюсь менять. 19.3. Тоже все неправомерно. Неправомерно. Ну вот сейчас у меня правомерно. Все сплошь. Телефон у меня правомерно вырывали. Два телефона вырвали. Знаете, есть такая фраза, если с женой разводится первый муж, второй, третий, четвертый. В чем тут жена? Возможно, проблема в жене. Тема не переключаем. А вы мне будете диктовать что-то тему разговора? Так и вы мне не диктуйте свои анекдоты. Я не хочу вас слушать. 7 задержаний было. Потом психушку сдали. Пытались из меня террориста сделать. Вот если интересно, посмотрите видео. Сургут – город без дверей. Там за 15 минут вся эта история рассказывает. Террориста из меня пытались сделать. Психа сделать. Не получилось. Нету ничего. Если бы я был неправ, если бы я был псих, меня бы, наверное, оттуда не выпустили. Или террористом признали. Откуда меня выпустили? Из психушки. Ну, кого-то же выпускаете. Меня выпустили. Прецедент России со слов адвоката, предоставленного уполномоченным по правам человека. А что, там бы вас долго держали бы? А Бурловский, так называемый, черной мать, вынес решение против закона. То есть, обязательно срок надо назначать от трех до полугода. А он срок даже не указал. То есть, бессрочное принудительное лечение. Пожизненное. Вот как он на суды работает. А он говорит, обращайтесь в суд. Я-то обращаюсь. Моиска находится в суде сейчас. Он-то свою работу делает. Ранее же. Понятно. Я не уверен, что это его работа. Я не вижу его доверенности. Я предполагаю, что он действует лично от себя. Как гражданин. Паспорт он показал вам, а мне не показал. Доверенности у него от юридического лица нет. По сути, он действует от себя лично. Самовольно. Самоуправленно. Я даже не уверен, что он там работает. Я не видел приказа назначения. Я не видел распоряжения от директора подписанного. Я не видел доверенности. Ничего нет. Об этом речь. И каждый раз новый состав. И хочешь ли? Наверное, я не знаю. Наверное, из-за ютуба. Потому что никто не хочет попадать сюда. Понимаете? Он же произнес вначале фразу. Не разговаривайте лишний раз. Иначе на ютубе потом покажетесь. Вот. Тут уже кто-то не был. Каждый раз новый состав. Вы, мужчина, в прошлый раз пилили, да? Нет. Благодарствую, что подтвердили. А имя, мужчина, можно узнать? Мы думали, что правильно уже. А? Я его по глазам узнал. Он же в маске ходит. Вот видите, как разговаривает со мной? Вот все так разговаривают. Особенно в полиции. Особенно в судах. Все вокруг с вами так общаются. Да. Молчат и все. Потому что молчание – это единственный честный ответ. Так помолчите немножко. Ответьте честно. А мне есть что сказать? Я хочу правду сказать. Веселый день начался. Да? А у меня почти вся такая жизнь проходит. Жизнь веселая, да? А что делать? Беспредел происходит вокруг. Что я сделаю? Сидеть молчать? Не пробовал меня баллотироваться на депутаты. Ну, меня уже баллотировали. Мне несколько партий выдвигали. И даже на пост этого мэра. Как выбрали? Да. Да? Я серьезно говорю. Видео есть. А в какой стране это было? Здесь. А, вы говорили. Я вообще на той планете. У меня туда интерес возник. А вы с какой? Раз вы спрашиваете. Ну, потому что на планете Земля, насколько мне известно. Вы с Земли? Существует государство Российская Федерация. Насколько мне известно. А у Российской Федерации есть законы. Которые все обязаны соблюдать. А тут я вижу полное беззаконие. Никто не удостоверение не показывает. Не представляется. Все в басках. Конечно. У вас одно беззаконие. Ну, совершенно другая планета. На бумаге по телевизору одно, а по факту совсем другое. У нас на Марсе просто другие законы. Мы с Марса все на самом деле. Да? Да. А, ну, наконец-то. Вот теперь все ясно. Благодарствую, что просветили. А то я все думал. Как так человек может поступать? А он, оказывается, с Марса. Не все. Мы сразу сказали об этом. Ну, так документ бы показал, что с Марса. Все. У меня бы не возникло вопроса. А так ничего не показывает. Откуда я знаю? С Марса, не с Марса. А, веселуха, короче. Так что, на вопрос-то не ответили. Максим, всех шестерых переписали паспортные данные? Я же ответил на ваши вопросы. Нет, не ответили. Вспомните. А у меня зафиксировано, что ответ есть. Мне кажется, вы опять клювещете. Есть у меня мнение такое? Ну, тогда я не слышал. А можно сказать еще раз? Я не слышал тогда. Повторите, пожалуйста. Для меня. Ну, зачем я по десять раз буду? У меня к вам просьба такая. Зачем я буду стоять и повторять пять-десять раз это? Нет, ну, так и скажите. Я даже два раза сказал об этом. Нет, ну, так и скажите. Не хочу, все. Вот сейчас не хочу, да. Я сказал вам, да. Связь. Я вам ответил за это вопрос. Единственное в плюсе здесь охранники ЧОПа у них про часовая оплата. Все. Вот у электрика в работе стоит. Не дай бог, кто там, бабушка, сейчас без седа сидит. Ну, еще хуже. Да. Ну, было бы хуже, позвонили бы, что-нибудь говорили. Не уходите. От 23-го они приходили, вызвали полицию тут же. Так они все быстро засобирались и убежали. Потому что, я предполагаю, забыли договорить. Не закончив работу, да? Я предполагаю, забыли договорить. Не закончили. Забыли договорить. Нет, вы не закончили. Я встал у щитка, вызвали полицию и вы убежали. А то, конечно, вы нас не отпустили в тот раз. И вы убежали. Как мы вас отталкивать, что ли, будем? Это вы только подходите, касаетесь там, дистанцию сокращаетесь? Что, касаться нельзя, что ли? Нельзя. Я вообще тянулся к электрощитку, а ты рядом оказался. Вот и все. А, случайно, да? Я сам виноват. А? Я сам виноват. Нет, в щиток виноват. Ну, не вы с тобой, главное. Любой. Даже щиток, но не вы. Ну, что ты так, это, а то сейчас к этому касаешься? Ну, прикаснулись к тебе, и что? Я помню. Ничего, случайно, случайно. Если кому-то нравится прикасаться, то прикасаться. Нет, мне это не нравится. Я случайно задел тебя, и что? Мы подальше заедут от вас. Да. Виновата Анатольевна, как инвестиционная группа. Здравствуйте. Здраked. Здраked. Здравствуйте. Я? Здрав puerta. Я – это давай Яков igual. Спасибо за겠습니다. Меня зовут сейчас, яishi Depression. Я живу. Его использование увеличивают. пока мы не задерживаем, пока мы не задерживаем, пока не задерживаем все решение было сообщение о том, что вот собственность получается стоит а это ваши сотрудники в черной форме, да? они ограничили мою свободу при движении, не давали мне подойти к электричеству на видео все зафиксировано, на два телефона, могу предоставить, и если хотите, чуть позже, через два дня посмотрите на ютубе Сургутнадзор а вы можете меня ознакомить с договором? мужчина, можете ознакомить с договором? нет, конечно ну, ваши сотрудники ко мне применяют какие-то действия, я хочу ознакомить а? а? подождите, я не слушаю я еще раз говорю, это договор между юридическими лицами, это отношение к договору на каком-нибудь а, ну, в принципе, да, можете представиться, пожалуйста? да, заместитель директора ЧОП-страша Барсукова, Сергей Владимирович благодарю что Барсуков вот честный человек представился, сказал хоть что-то документы в руках 50-й раз приходил документы в руках ну, лучше меня, мои фамилии, имя очень не знаю документы в руках, смотрите, человек подъехал с документами в руках где ваши документы? я вам предоставлял документы какие? доверенность, распоряжение, приказ ну, где? протокол общего собрания, решение собственников, где это все? да, конституцию, библию, все и какая взаимосвязь между ЖУ-2 и УК ДСВЖР? законная какая законная, где? докажите область ну, какая законная ну, как одна фирма имеет, у вас договор между ЖУ-2 и ДСВЖР? а, ну, вот опять все скрываем вот у меня все документы право собственности, паспорт, все заявления, все есть общайтесь с твоими компаниями, товарищи нет, я не вам говорю, я вообще всем говорю решайте вопросы к ним в прошлый раз ваши сотрудники, вот я вам даже выражаю благодарность я не знаю, эти были, нет, по-моему, другие вот, они даже не прикоснулись ко мне так и сейчас к вам никто не касался а сейчас они ограничили мои свободы при движении я вот эту границу пройти не мог они вот здесь стали двоем все, говорят, не приятно мы обеспечили здоровье мое? а я а я стоп, стоп сделки между ерлицами и гражданами совершаются в письменной форме простой письменной форме статья 161 ГК РФ у меня с вами есть письменная сделка что вы я вас прошу это заботиться заботиться о моем здоровье а не гражданское есть такой документ? но гражданское документ такой есть что нету значит это ваша личная инициатива вот и все гражданская инициатива самоуправство называется вот молчание единственный честный ответ это не ничего правильно 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 говорите только не участвовать надо было с самого начала и не ограничивать свободу передвижения вам физическая сила не долго применена видео есть а что мне надо было самому применить что физическую силу или что? как мне действовать? стоять двое мужчин не пропускают я говорю пропустите не пропускают говорят мы мы обеспечим ваше безопасное здоровье вы же только что это подтвердили это видели что диск а вдруг бы в вас попал ну постижите а в вас бы не попал да? так бы у нас у вас ограничили вы бы лучше у них спросили кто они такие на каком основании они не действуют и почему они без очков делают и без защитного кожуха на этом а? у него простые очки я имею ввиду насколько я могу оценить а вот мужчина который непосредственно болгаркой работал ни очков ни перчаток ничего не было и диск как раз вращался в моем направлении мне могло это глаз вынести что за работы такие вообще не понимаю а у вас как у сотрудников полиции нагрудный знак должен же быть? так вот и все в общественном месте ну вот так вот нет в розуарде не положен? странно а как вас идентифицировать? если удостоверение не покажете? я же показывал как сегодня? а зачем обманывать? не до полного ознакомления а зачем обманывать? я не обманываю я просто не договорил не до полного ознакомления я просто не договорил не до полного ознакомления вы предоставили я считаю что не договорил я не раз вот видите вот видите даже вы стесняетесь а откуда показывай свое удостоверение до полного ознакомления ну а что с ним ознакомиться там можно за это время прочитать не один раз правильно я говорю? ну а что-то здесь присадывающий дайте сфоткать и все и нет проблем ничего себе сфоткать что-то здесь присадывающий что там секретная информация конечный товар стоп стоп не-не-не здесь ты вот поэтому состав и меняется каждый раз попадает на ютуб и каждый раз что-то там какие-то проблемы с полицейским а что будет проблема у них? ну мы вам сейчас в ютубе и проблем никого не будет не будет? конечно не будет то есть если у вас если у вас их законно требование запомнить если ваше удостоверение попадет на ютуб то проблем у вас не будет? кто кого спрашивает? вас кто на меня смотрите? а почему это еще удостоверение? ну вот началось опять я предположение показывал я вообще виду что и вы их показали потому что вы говорите меня я с работниками сотрудниками ладно ладно Вопрос закрыт. Через начальство выяснили. Выясните, пожалуйста. Просто вот судебные приставы в Сургутском городском суде тоже скрывали свои личности. Достоверения не показывали. И значки затирали до неузнаваемости. До блеска. Невозможно почитать. До блеска? До блеска. Были написаны эти заявления. По поводу проверки. После проведенной проверки у всех появились значки. Головные уборы, бронежилеты. Читаемые значки стали. Совершенно другая обстановка возникла. А кое-кто поехал фермерством заниматься. Так быстро поехал. Так быстро поехал, что даже трудовую забыл забрать. Подстроить себе дом фермерством. Раз вы об этом заговорили. Не даете договорить. Забивайте речь. И звук, и речь забивайте. Я понимаю вас. Вы тоже забивайте. Я не забиваю. Я не забиваю. Не, ну вы скажите, вы не хотите съездить фермерством заняться? Уехать жить в тайгу? Там никто не будет сет отключать, там сета нет. Они с кем-то же много общаться. Ошибаясь. И вообще здесь можно. Белками, с шашками. Ошибаясь. Те, кто уезжает на свою землю, остается один на один со всеми проблемами. Свою. А? Дорогой слою. Да что такое? Ну, какую слою? Ну, что за манера общения? Давай я тебя буду про белку спрашивать. Какую белку? Нет, ну какую слою? Какую белку? Животное есть. Какую белку? Какой лес? Какие грибы? Нормальное вообще общение? Тут нормального общения еще не было. За час. Не, ну пока более-менее нормально общаемся еще. Вот и все. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Оперативная дежурная старшая левая полиция. Что случилось у вас? Будьте добры, я считаю, что завершается преступление. По крайней мере, присутствие с их близняки. Да я узнаю почему. Спасибо, Виктор Владимирович. Точно. Который четвертый раз меня возил в тяпушку сдавать. Но не получилось. Алло. Мы у Безгарова, тут раз-гвардия, участвующая, приехала. Ну, разбираемся с ты. Самого зафиксировала. Посмотрите, посмотрите, видите, какой беспредел, что будет твориться. А то они все скрывают, а я наоборот все встречаю. Так, смотрите. Я утром пробивал там, но это... Они повреждают общедомовое имущество. Я хочу написать сообщение о совершенном преступлении. В порядке статьи 141 по КРФ. Можно ваш паспорт, пожалуйста? А еще, а еще двое вот, как сказать, людей, похожих на охранников в черной форме, ограничили мою свободу и передвижение. Дальше вот этой границы не пускали. Так, а что, какие ваши действия, что вы будете? Сейчас опрошу вас. А вопрос почему? Объяснение почему? По сообщению. О каком сообщении? Ну, о том, что вот незаконно якобы у вас включают... А кто сообщил? Ну, я как понимаю, стрелки, алло. Кто? Номер КУСК есть? Да, конечно. Кто звонил? Давайте сфоткаю. Так, КУСП я вам видал с фотографией. Тогда номер КУСК назовите. И кто звонил? Кто заявил? 13-184. Так, по поводу... 13-184. Не могу сообщить. 13-184. Что еще раз? Я говорю, кто звонил, я тоже не могу... Как не можете? Это общедоступная информация. Статья 24.2 Конституции РФ. Имею право, обязаны ознакомить со всем, что касается моих прав и свобод. Отказываетесь сообщить информацию? Да, конечно, отказываюсь. Давайте мы с вами разберемся, сородники ЖЭУ, РЭУ, чтобы мы все, что нужно, вам написали, сказали и пошли уже. Работу закончили, у нас работа стоит. И Росгвардия, и охрана. Вы удостоверите их сейчас? А с Булгаковым Антоном Николаевичем нужно часами разговаривать. Как зовут Шуневич Дмитрий Викторович? Вы заедали в банк? Да, да, да. Прините свое удостоверение. Паспорт, доверенность, распоряжение, приказ. Да, удостоверение достаточно. Я же вам удостовереновал уже. А как же ГГС просто отдадите? Я просто уже знаком с этим человеком. Так я не знаком. Так я и вам показываю. Достоверите вы личность. Доверенность у вас есть? То есть вы действуете от себя лично? Там дальше не те документы. Ну и что, такую бумажку любой может сделать. Смотрите, Антон Николаевич. Можете, я хочу, чтобы вы ко мне обращались по имени Антона. Антон, скажите, пожалуйста, вы объяснение отдаваете по данному поводу? Почему? Да. По какому поводу? Ну, по поводу того, что якобы у вас, то есть, отключают... А я не знаю, что там за это в пуск написано. Либо вы сами... Может, там написано? Можете сами собственноручно написать объяснительно. Нет, я буду писать сообщение о совершенном преступлении. Точнее, вы будете писать, я буду диктовать. Подождите, объяснение мне нужно с вас взять. Вы будете давать? Вы сказали по поводу, по какому-то поводу. По поводу того, что я сюда приехал. Значит так, поясняю. Дмитрий Николаевич. Антон не просил. Нет. Антон, вы будете, еще раз повторяю, давать объяснительно? Либо собственноручно можете написать? Я вам еще раз поясняю. Объяснительную по поводу не дают, объяснительную дают по заявлению. Я говорю, поступило сообщение о том, что у вас в электрощитовой отключается электроэнергию. Вы, получается, не даете произвести это. То есть якобы это незаконно. Я не даю? Да. Значит так, я хочу ознакомиться с писемным документом. То есть у вас пуст при вас, я хочу почитать. Ну вот, другое дело. С моих рук, пожалуйста. Так. Алло, сейчас. Алло. Подожди, у меня тут пришли отключать в шестой раз. Перезвони или там сообщи всем. Да. Так, Бахтин. 37.94.37. Так, так, так. Дата 27.07.2021. 0905. 0905. ОВД. Сработка. КТС. 839. Комсомольский проспект. 21. КВ-16. Прибыв на адрес к экипажу, обратился Гр. Булгаков. Антон Николаевич. Указал на гражданина ООО. ЖУ-2. Шумеч. Шумеч. Выписали, нет? Нет. Дмитрий Викторович. Год рождения такой-то. Хотели отключить электроэнергию. Просит помощи УУП. А кто сообщил-то? Принял. Стоп, стоп, стоп. Я еще читаю. Знакомлюсь. До полного ознакомления. Принял Камскова Анастасия Олеговна. УВД. Так. Доведение. 702-0301. 27.07. Камсковская Анастасия Олеговна. ДДЧ. Так. Выезд наряда составит ДДЧ Стасюк. 27.07. Номер 13-184. Так, так, так. Владелец. А кто сообщил-то? Бахтин. Это фамилия. А имя, отчество где? Я не могу сказать. Замечательно. Вот так вы принимаете. Андрей Николаевич. Антон Николаевич. Вы. Вот Дмитрий Николаевич. Будете давать объяснительность? Викторович, точнее. Антон, будете давать объяснительность? На что? Вот на это? Вот на это? Не будете? Я не считаю нужным. Все, тогда не будете. Вы что хотите? Нам нужно закончить работу. Выявлено самовольное подключение к противному 16. Нам нужно отключить электроэнергию, поскольку отключение проведено самовольно. Это опасно. Пожароопасно. И, собственно, все. Мы закрываем щит. А на работу у вас кто полномочит? Распоряжение покажите. У вас есть документы? Да, я вам предоставил. Вот доставление. То есть на отключение? На отключение это постановление 354 ППРФ. Конкретно на конкретную квартиру никакого приказа не должно быть. Нет, я понимаю, распоряжение должно быть. Распоряжение должно быть. Распоряжение должно быть. Еще раз, они уплатили? Да, да. Ну, есть справка, двух справок, пожалуйста, по требованию нашей организации и юристам предоставят. При себе оно не необходимое. Как это хорошо? А я против. После окончания работы мне нужно вас опрессить. Не вопрос. Как это выполняете? Вы что добро даете незаконно? У него нету доверенности. Он и себя лично действует. А где доверенность? Истребуйте доверенность. Вы что делаете? Мне вас потом дожидаться или к вам подойти? Я дождусь, я дождусь. Все хорошо. Да, он просто напрямую кинул вот эти провода. Ну, я же так, это же опасно. А мы почему здесь находимся? Я думал, как-то вот там, как-то перебычку ставили. И самое главное, не только как, а кем. Мало ли, кто и как там делал. Ну, без образования, без допуска, без документов. Так, сейчас я все. Ну, собственно, и все. Нам тут оставалось 5 секунд. Так, теперь... А, держи. Сотрудник Росваги, вы будете доставлять в деньг? Согласен договор. Заявление примите. Проговорить? Так, 4, 7... Заявление примите, пожалуйста. Мы здесь не право объясняем, но и все. Поговорим, что он не угрожает. Он отключает. Нет, он отключает. Отключает от жизни обеспечивающего ресурса. От электроэнергии. Статья 215.1 Время 9.49. Так, и Володя. И тебя сюда. Володя. Дмитрий Викторович. Дмитрий Викторович. Виктор Володимирович. Виктор Володимирович. Я хочу написать сообщение о совершенном преступлении. Не уходите. Виктор Володимирович. Будешь шлисть. Замечательно. Вот так наша полиция бережет нас. Сотрудники в Росгварде. Вернитесь, пожалуйста. Алло. Да, ну как вам заканчивается? Сначала Росгварде я приехал, а потом участковый. Все, участковый нам сказал, заканчивая всю работу. Позже я ему дам объяснение. Все. Да, да, все зафиксировали. Аксо ставлен. Фот на видео есть. Да, да, да. Давай я вот... Нет, никак. Никак вообще. Все, добро. Да, да. Специально для... Для того, чтобы Антон Николаевич Булгаков не переживал, щит за нами закрыт, но работы свои закончены. Всего доброго вам. Всего хорошего. До свидания. Благодарствую. Благодарствую. Начальник охраны ходит с кем-то, разговаривает по телефону ЧОПа. ЧОПовцы дают объяснение. А вот сотрудник Росгвардии там. Вон машина Росгвардии стоит, собирается обратно уезжать. Никого не задержали, ничего не предприняли, наоборот, у меня телефоны выхватывали. ВОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО все с паспортами приехали заранее вот расходится машины естественно все за это за территории оставили швеневич с полицейским куда-то пошел охранники а вон у них машина св и 449 186 регион так начальник охраны номер 718 харитон у н 86 регион форт вроде ну все сегодня разъехались вы позвонили в тюргутский отдел неведомственной алла александр федорович да слушай антон звонит мы вчера с вами разговаривали сегодня в пять часов вам удобно вы а пять часов ну подходите давайте подходите вы зайдете здесь все равно пропускная система пропускной режим меня позовут я выйду встречу вас в коридоре будем разговаривать будем разговаривать кабинете вы все равно сюда не подниметесь пока я не спущусь а ясно добро буду алла антон николаевич это александр федорович беспокоит хотел бы перенести нашу встречу сегодня не получится кроме того я смотрю от вас жалоба поступила уже в наш адрес мы сейчас назначим служебную проверку и принципе по окончанию служебной проверки мы ваш адрес направим письмо о результатах проведения проверки встречу на когда переносим но на следующей неделе пока не могу сказать видео уже настроен на канале сургут назор смотрели я смотрел видео до вкратце и посмотрел к сожалению полностью еще не могу посмотреть будет час время я посмотрю в обязательном порядке потому что на сейчас вот у меня передо мной в жалоба да вот я прочитаю ознакомлюсь и назначим служебную проверку по окончанию мы ваш адрес направим кубом много по времени служебная проверка зами сколько займет вообще надо по календарам 30 дней идет но течение я думаю 10 дней сделаем добро жду результатов и звонка ждите ждите результатов и звонка ваш адрес поступит до ответ ждите до свидания благодолжение следует... благодолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»